Официальные партнеры информационной программы «Новости дня» Торговая группа «Абсолют» Сеть магазинов «Мой сон» Это информационная программа «Новости дня» Мы работаем в прямом эфире в студии Батарламбаев Здравствуйте! Корреспонденты ТВКОМ и я готовы рассказать о главных событиях в жизни Улан-Удэ и Республики И вот основные темы сегодняшнего выпуска Будем надеяться, что это не очень сильно повлияет на туристический поток в нашем регионе Локдаун снят, но кое-какие запреты все еще действуют О них расскажем через несколько минут К сожалению, констатирую такой факт, что работа по организации по открытию пляжей У нас в Республике ведется крайне отрицательно Половина лета почти пройдена Сколько человек погибло на воде и сколько пляжей организовано для отдыха горожан В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции Проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение Нарушение общественного порядка и моральных норм К поискам молодого человека, справлявшего нужду с крыши поликлиники Привлечены полицейские и горожане Без моркови, картошки и других овощных культур Почему жители Волгинского района остались без урожая? О ситуации с коронавирусом За сутки заболели еще 255 человек Выздоровели 158 пациентов Из новых случаев 184 человека Обследованы по обращению с признаками ОРВИ Остальные контактные лица Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 48 180 случаев заражения Из них чуть больше половины в Улан-Удэ Успешно завершили лечение и выписались из больниц 43 743 человек Умерли 1453 Проходят лечение в стационарах республики 2842 пациента На амбулаторном лечении и наблюдении 15 155 В отделениях реанимации сегодня находится 191 зараженный Амбулаторный 133 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких Занятость коечного фонда больше 81% Между тем в Бурятии с 12 июля снят режим всеобщей самоизоляции Предприятия сферы услуг и не только возвращаются к работе Но при этом в республике продолжают действовать некоторые ограничения Все детали в следующем сюжете Ограничения только сняли И посетителей в торговых центрах постепенно становится все больше и больше По распоряжению оперативного штаба работать они могут до 22 часов Фудкорты только на вынос и на доставку А вот дети до 14 лет могут находиться в ТРЦ лишь в сопровождении взрослых Вновь можно обедать в столовых и ужинать в ресторанах Но тоже только до 10 часов вечера За столиком не более 4 человек Работа до 10 вечера конечно для нас очень сложная история Потому что не секрет что летом рестораны в Улан-Удэ делают самую большую выручку Это такой сезон когда мы сможем немножко собрать Ну как бы такую жировую прослойку Которая помогает нам уже жить именно осенью, зимой А в связи с тем что локдауны, все вот эти ограничения Мы не можем это полноценно сделать Мои коллеги которые работают в сфере ночных заведений Те которые начинают свою работу после 11 часов Они все закрыты и мы пока не понимаем что будет с ними дальше Возобновляют работу бани и сауны Можно посещать салоны красоты, солярии и парикмахерские С оговоркой при загрузке не более 50% от единовременной пропускной способности Лишь наполовину могут быть заполнены также читальные залы В период локдауна библиотеки работали в онлайн режиме Оцифровывали книги, проводили виртуальные выставки Новые навыки и современные технологии признаются, осваивать приходилось на ходу Ну все равно это имеет и негативный оттенок Потому что наши читатели все-таки привыкли приходить в библиотеку непосредственно Потому что непосредственное общение и с библиотеками Непосредственная работа с документами именно в читальных залах Она все равно имеет свои нюансы Есть такие запросы, которые надо осуществлять непосредственно в реальном режиме Музеи и выставочные комплексы могут принимать посетителей на индивидуальные и групповые экскурсии Но до 10 человек Смягчили и ограничения для гостиничного бизнеса В период локдаунов в отели пускали только с командировочным удостоверением Теперь заселиться могут несколько категорий граждан Часть, например, которая находится в командировочных поездках при наличии командировочного удостоверения Либо гостей с ПЦР-тестами Срок годности у них 72 часа Либо с наличием результатов экспресс-теста Сертификатом о вакцинации, что гость получил две дозы вакцины уже Либо справка из медучреждения о том, что гость переболел не менее чем 6 месяцев назад Ограничения, конечно, накладывают след на деятельность туристического бизнеса Но будем надеяться, что это не очень сильно повлияет на туристический поток в нашем регионе Те же требования к посетителям бассейнов, фитнес-залов, спортивных комплексов Откроются детские сады Принимать в летние лагеря будут при наличии отрицательного теста на ковид И справки об отсутствии контакта с зараженными коронавирусом Несмотря на послабление, контроль за соблюдением мер профилактики продолжается Мобильные группы не прекращают работу К сожалению, нарушения выявляются По итогам рейдов в воскресенье составлено 140 протоколов о нарушениях мер профилактики ковида Требования по масочному режиму, особому режиму дезинфекции остаются в прежнем объеме Как сообщили на оперштабе, к сожалению, количество пациентов с тяжелыми формами не снизилось Несмотря на снижение общих показателей заболеваемости До 25 июля под запретом массовые мероприятия Остаются закрытыми детские развлекательные центры, ночные клубы, кинотеатры Нельзя проводить банкеты и корпоративы Отметим также, что в Кабанском районе решено все-таки снять режим самоизоляции По данным Роспотребнадзора, бит обстановка в районе это позволяет Впрочем, посты контроля на пути к Байкалу продолжат свою работу Инна Садондукова, Вячеслав Батоев, Сергей Медведев, Новости дня Заселение в общежитии только после вакцинации На заседании оперативного штаба ректорам высших и среднеспециальных учебных заведений поручено принять меры по обеспечению вакцинации студентов и работников Ввиду того, что сейчас среди больных много молодежи Прозвучало предложение в дальнейшем заселять в общежитие только вакцинированных студентов Либо переболевших, с момента выздоровления которых прошло не более шести месяцев Учитывая, что не за горами начало учебного года Я хотел бы призвать всех наших студентов активно вакцинироваться Все-таки необходимо сейчас поставить прививку Чтобы иммунитет успел выработаться к началу учебного года Отмечу, что в Бурятии в основном применяется вакцина «Спутник Вим» По последним данным, на сегодня в республике привито около 150 тысяч жителей Был ли эффект от локдауна? Глава Бурятии обсудил этот вопрос с представителями медицинских организаций Где наметилась положительная динамика? А в каких показателях ситуацию переломить не удалось? Расскажем далее В целом, в ситуации с коронавирусом наметилась положительная тенденция Об этом врачи сообщили главе Бурятии на совещании в режиме видеоконференц-связи Число заболевших идет на убыль Количество обращений в скорую помощь снижается Занятость коечного фонда уменьшилась в 84% Если взять сравнение с 14 июня, которое было максимально, то снижение идет в два раза Так, на врачи-минзово и на 30% обслуженный пудовок Также идет постепенное, медленное снижение количества, обратившихся к количеству пациентов Впрочем, не все так гладко Например, в первой поликлинике, при том, что число обращений за медицинской помощью снизилось на 68%, количество госпитализированных пациентов не уменьшилось Сейчас немножко полегче, но нелегко То есть полегче, это не значит, что легко И я бы вас хотел искренне поблагодарить За то, что в пик стояли, как на фронте И сейчас не расслабляетесь В общем, коллеги, просто по-настоящему человеческое спасибо Мы, сами видите, там тоже, чем можем, стараемся помочь Но подменить вас мы не подменим Мы сейчас такие обеспечивающие А воюющие, это вы Обсудили эпид-обстановку в республике Также на оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией Так принято решение перевести на дистанционную работу беременных женщин А также включить их в перечень лиц, подлежащих обязательной самоизоляции В отделении реанимации сохраняется тяжелая ситуация Находится 195 пациентов в тяжелом состоянии Не уменьшается число тяжелых больных В том числе у нас есть проблемы с беременными женщинами Поэтому мы поддерживаем предложение Сергея Степановича Об ограничениях для беременных женщин По переводе на удаленку Принято решение о том, что дети до 14 лет Включительно могут находиться на улице только в сопровождении взрослых Сохраняется требование о переводе не менее 30% сотрудников На дистанционный формат работы Также на территории всей республики по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим Инна Садендукова, Новости дня К другим темам люди продолжают гибнуть на воде Спасатели республики и города озвучили печальную статистику Почему в реках тонут даже годовалые дети Расскажем далее 20 происшествий с начала года и 20 смертей В летний период в республике утонуло уже 7 детей Возраст до 14 лет, а самому маленькому малышу было всего 1 год 9 месяцев То есть ребенок самостоятельно вышел в водоем Ребенок маленький, у него интерес ко всему, любопытство Упал, ну а что там, 2 лет ребенку нет Понятно, что не сориентировался, испугался Там буквально 20 секунд ребенок тонет Утонул буквально в ручье, чтобы захлебнуться ребенку хватило глубины меньше 50 см В основном, говорят спасатели, дети гибнут в отдаленных микрорайонах на небольших водоемах И, как всегда, из-за полного отсутствия контроля со стороны взрослых Нужно в первую очередь, вот я повторюсь, усилить со стороны взрослых контроль за своими детьми Второе, это недопущение распития алкогольных напитков во время купания Еще одна проблема, в республике нет пляжей А где они есть, там, безусловно, контроль и, как правило, нулевой показатель смертности Сегодня в разгар лета в Бурятии открыто всего два пляжа На озере Щучьем и в Севербайкальском районе К сожалению, констатирую такой факт, что работа по организации по открытию пляжей У нас в республике ведется крайне отрицательно Я вам скажу статистику, если, к примеру, в средней полосе России На сегодняшний день в таких вот республиках, как Курганскую область, Уменскую область Относительно небольшие, там открыто уже как минимум по 300-400 пляжей То у нас в республике, опять заостряю ваше внимание, всего лишь два На днях в Матросово утонул 19-летний парень Его тело до сих пор не найдено Мария Латышева, Сергей Медведев, Новости дня Между тем, уровень воды в Уде продолжает расти За сутки поднявшись еще на 4 сантиметра в общей сложности, достигнув отметки в 191 А вот Селенга, напротив, стала убывать, как и ее притоки Чикой и Хилок Долгосрочных прогнозов в управлении по чрезвычайным ситуациям не делают У них есть данные гидрометцентра лишь на ближайшую неделю Критический уровень по реке Селенга составляет 3 метра 30 сантиметров Выход на пойму 2 метра 30 сантиметров То есть есть еще запас, то есть ситуацию мы мониторим 29 июля пройдут масштабные учения для подготовки к возможному паводку Будут отрабатывать схемы эвакуации и вести поиски пунктов сбора Сейчас угрозы потопления жилого массива нет За минувшие выходные на дорогах Улан-Удэ произошло несколько дорожно-транспортных происшествий В одном из них в аварию попал раритетный Кадиллак 1951 года выпуска Подробнее об этом и других событиях расскажем в следующем сюжете Время нашей постоянной рубрики «Горячая линия ТВКОМ» Начнем наш обзор с происшествий на дорогах ДТП в 20-м А-квартале с участием Nissan X-Trail и Toyota Corona Premium Водитель за рулем Toyota, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущества Nissan и столкнулся с ним В результате аварии сильные механические повреждения получили оба автомобиля Физически никто не пострадал А эти кадры ДТП сделаны на улице Подкаменское Столкнулись раритетный Кадиллак 1951 года выпуска с Toyota ProBox Водитель за рулем Кадиллака не соблюдал дистанцию, из-за чего столкнулся с ProBox По словам аварийных комиссаров, у виновника аварии отсутствовал полис ОСАГО Пострадавших нет Движемся далее В истоке машина провалилась в большую лужу на размытой дороге Как автомобиль доставали из стихийного плена и кто оплатит ремонт, пока вопрос открытый Другим темам Мы уже рассказывали о молодом человеке, справлявшем нужду на крыше одного из домов в Советском районе Теперь нарушителя общественного порядка разыскивает полиция В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение Все, кто располагает сведениями о личности правонарушителя, просим обращаться по телефону 29 24 01 или 102 И напоследок о природе Под сильный град в горах на днях попали туристы из Бурятии Ребята путешествовали в сторону дикого курорта Жайган, что находится на границе между Анкинским районом Бурятии и Республикой Тыва Путешественники не пострадали, переждав стихию в палатках, продолжили свой путь Андрей Слепнев, Мария Латышева, Новости дня Дети, которые должны были отдыхать в лагерях этим летом, получили сухие пайки Напомню, в Улан-Удэ из-за ограничительных мер приостановлена работа лагерей дневного пребывания, труда и отдыха при 56 образовательных организациях Часть стоимости путевок в обычных условиях покрывают субсидии из бюджета Эти деньги было решено направить на продуктовые наборы Всего было сформировано 5 981 сухих пайков продуктовых наборов Они все распределены на 25 видов, на 25 меню, будем говорить, продуктовых наборов В связи с тем, что, ну, во-первых, разное количество дней отдыха в лагерях дневного пребывания Это 21 день был запланирован В лагерях труда и отдыха 18 дней было запланировано На сегодня выдали 5000 пайков Родители в школах принимали по графику Если говорить о цифрах, то за 17 дней предполагаемого отдыха продуктовый набор был бы рассчитан на 1891 рубль Сейчас небольшая реклама, перед ней краткий анонс Тем, второй части выпуска, не переключайтесь У нас произошло три лесных пожара Общей площадью 0,063 гектара Чтобы понимали, это 6 соток Будь готов! В Улан-Удэ сотрудники гор-лесхоза продолжают делать минерализованные полосы Лучше техосмотр пройти и будет всем спокойнее Депутаты Госдумы приняли закон об отвязке техосмотра от ОСАГО Законопроект вступит в силу с 22 августа Покупай в Абсолюте выгодно Йогурт питьевой Актимель со скидкой 34% Всего за 22,99 Абсолют Гарант низких цен Всюду акции, распродажи, низкие цены А про качество ни слова Лучше куплю добротное Буду пользоваться долго и с удовольствием Вот так и сэкономлю Магазины «Мой сон» предлагают для вашего здорового сна Добротные одеяла и подушки Топперы и наматратники Хлопковое постельное белье Магазины «Мой сон» для вашего здоровья Выбор профессионалов в магазинах «Стройка» Ровные как гладь океана Притягивающий взор как женская красота Расширяющий пространство до размеров Вселенной Линия неба Натяжные потолки любой сложности Телефон 307-307 Как создать в вашем доме еще один уютный уголок Точно знает завод пластиковых окон Компания «Ялан Групп» Масса комфортных вариантов остекления ваших балконов Теплое остекление, холодное остекление из алюминия И наиболее популярное сейчас герметичное остекление С такой установкой вашему балкону не страшна любая непогода Сейчас по цене обычного остекления «Ялан Групп» Быстрый замер по телефону 37 17 71 Это программа «Новость дня» и мы продолжаем выпуск Жители Иволгинского района вновь бьют тревогу После нашествия клопов на участке пожаловали гусеницы Напасти всего несколько дней, но густые сады и клумбы заметно поредели А трава с насекомыми не справляется Как одолеть непрошенных гостей? Расскажем в следующем сюжете Пользователи соцсетей шутят За таким богатством рыбаки в очереди выстроятся А вот авторам видео, жителям Сужи, совсем не до смеха Гусеницы атаковали не только растения, но и дома Раиса показывает, сегодня насекомых прибило дождем А вот в солнечную погоду стоит рой С полей они сюда к нам пришли И потом их очень много стало Они прямо роем Вот специально раскопали Тут есть ямочки такие И вот они прямо туда падали Их очень много так было Цветы все погибли Картошка, морковка, все вообще погибло Такого девушка раньше не видела Что делать не знает Уже обрабатывала участок отравой, но безрезультатно Жалеет потраченного времени и трудов Вот морковка, вот она вся вообще, она была зелененькая, вся прямо такая красивая Сейчас вообще от нее ничего не осталось, она не выживет Смотрите, от морковки вообще ничего не осталось Вот на такую траву они не садятся А вот уже морковка, свекла, редиска, кабачки Вот тут просто еще не вылезло, вот лук Специалисты поясняют, подобная ситуация не только в Иволгинском районе Причина нашествия – обильные осадки и заброшенные пашни На них растут сорняки, а те, в свою очередь, прекрасная среда для размножения вредителей Владельцам участков советуют обработать свои земли специальными средствами И обратить внимание на прилегающие территории Если пашня заброшена, она должна, по крайней мере, должна быть переведена в пастбище Что самое простое, наверное, и доступное Это значит, провести нужно заложение, залужение подсев трав и перевести пастбище А когда земля пустует, естественно, там сорняки разного рода, разного вида Специалисты отмечают, ждать, что насекомых станет меньше, не стоит В Вурятии только начался полноводный режим Как правило, он длится несколько лет Осадков ожидается много и затягивать с обработкой близлежащих полей они не советуют Мария Кравцова, Алексей Ромашов, Новости дня, Иволгинский район В Улан-Удэ продолжают прокладывать километры минерализованных полос Делают это лесники для защиты от пожаров Как обстановка складывается сегодня и до какого времени доступ в леса запрещен Расскажет Мария Латышева Вот такую минерализованную полосу в районе энергетика прокладывают сегодня городские лесничьи наши Они спасают леса от пожаров В этом году погода была хорошая и леса горели не так часто Но, тем не менее, каждый год такие профилактические мероприятия нужны в наших лесах За энергетиком настанет очередь других микрорайонов города С помощью такого трактора с плугом городское лесничество каждый год обустраивает 300 километров минерализованных полос Ширина почти полтора, глубина полметра Достаточно для того, чтобы огонь не прошел На сегодня вспахано, говорят лесники, почти 100 километров полос Пожаров стало меньше, но они не расслабляются С начала этого года ликвидировали три возгорания, которые, к счастью, не нанесли большого ущерба лесным насаждениям У нас произошло три лесных пожара Общей площадью 0,063 гектара Чтобы понимали, это 6 соток Профилактические мероприятия мы будем проводить Мы проводим их ежегодно Ну, всесезонно Но прокладка Минполоса у нас запланирована на октябрь месяц До октября месяца Напомним, что в лесах Улан-Удэ ограничено пребывание людей Категорически запрещено разводить костры Проводить пожароопасные работы, включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов За несоблюдение правил нарушителям грозит штраф до 5000 рублей Если вы обнаружили лесной пожар, сообщите по телефонам службы спасения 01-101-112 А также в региональную диспетчерскую службу агентства лесного хозяйства по телефону 20-44-44 Мария Латышева, Жагал, Церинда Шиев, Новости дня В Бурятии открывают авиасообщение с Тункинским районом Первый рейс запланирован на 16 июля Полеты в Крын авиакомпания Сила будет совершать на комфортабельных самолетах Л-410 Рейс дважды в неделю, в пятницу и воскресенье Стоимость билета в районе 3000 рублей в одну сторону Замечательный рейс, пассажирский, туристический Поддержанный правительством Республики Бурятия Потому что он субсидируется на 70% То есть большую часть денег за рейс платит правительство Республики Бурятия Все это направлено на то, чтобы улучшить транспортную доступность отдаленных районов И увеличить пассажиропоток и турпоток в Тункинскую долину Добавлю, что в Бурятии программа субсидирования полета внутри региона В северные районы, это аэропорты Нижнеангарск и Токсимо Запущена с 2017 года Рейс Улан-Удэ к РН-Улан-Удэ предварительно запущен до сентября этого года Сообщили в Минтрансе Республики Жители Республики стали чаще обращаться в микрофинансовые организации Нацбанк Бурятии подвел итоги за первый квартал 2021 года Так, по их данным, до зарплаты люди в среднем берут по 6 тысяч рублей Что же касается долгосрочных займов, сумма составила 28 тысяч рублей Мы решили узнать у Улан-Удэнцев, берут ли они займы в этих организациях и их отношения к таковым Это было в советское время как-то один раз, а больше никогда не пользовался Сейчас трудностями пользоваться Разные проценты идут, чуть-чуть, накрутки эти Возьмешь на 100 рублей, а там предъявятся тысячи Нет Ни разу не пользовались? А может, знакомые кто-то пользовались? Что говорят? Нет, даже не слышал А как считаете, вообще, какая-нибудь жизненная ситуация может заставить вас прийти в эту организацию и попросить денег до зарплаты? Скорее всего Например, какая? Не знаю, срочно деньги понадобятся Что-нибудь Ситуация какая-нибудь случится Может, поможет Кому как Каждый человек по-своему уже зарабатывает И кому-то не хватает на жизни Пользоваться этим Но так Я бы не брал лучшие займы Мало ли, чтобы в жизни А почему? Можете объяснить Ну, микрозайм, ну, это просто деньги сдергивают с людей Просто Нет, мне кажется, это очень невыгодно У них большие проценты И у некоторых людей даже бывают задержки, зарплаты И, ну, они переплачивают очень много У вас даже никакая жизненная ситуация не заставит обратиться Нет, никогда Отмечу, что зарегистрированные в нашем регионе микрофинансовые компании За первый квартал выдали жителям и гостям республики Около тысячи займов на общую сумму 10 миллионов рублей Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики Начало использовать деление Дальневосточного федерального округа На четыре экономические провинции Забайкальский край и Бурятия попали в так называемую Забайкальскую провинцию В этих регионах, как отметил министр Основная доля населения живет в малых селах Со стороны Китая и Монголии нет больших населенных пунктов Низкая плотность населения Однако потенциал для развития регионов Дает наличие транссиба и богатство минералами Отмечу, что к приграничной провинции Ведомство отнесло Амурскую и Еврейскую автономные области Хабаровский край и Приморье К островной Сахалин и Камчатку И к северной провинции отнесены Якутия, Магадан и Чукотка Депутаты Госдумы приняли закон Который отделяет получение ОСАГО от обязательного техосмотра Законопроект вступит в силу с 22 августа Однако многие автомобилисты неправильно поняли суть нового правила Решив, что техосмотр машин отменили навсегда Наша съемочная группа выясняла детали проблемы Подробности в следующем сюжете Техосмотр отменяют Теперь любой корыто по трассе может ездить Страшные последствия, когда на тебя Жигуль летит И таких заявлений на просторах интернета множество Согласно новому закону, чтобы получить полис ОСАГО Не нужно будет проходить техосмотр Но проверку технического состояния автомобиля На постоянной основе никто не отменял Если человек попадает в аварийную ситуацию И у него нет наличия техосмотра То есть страховые компании вправе отказать В каких-либо выплатах Также в ремонте автомобиля То есть лучше техосмотр пройти И будет всем спокойней Как он был обязателен, так он и есть Также те, кто не пройдут техосмотр С марта следующего года будут платить штраф В 2000 рублей плюс возмещение убытков страховой компании В случае аварии Что касается сотрудников ГИБДД То до 22 августа они могут проверять документ Подтверждающий прохождение технического осмотра Лишь у владельцев некоторых автомобилей Сотрудниками госавтоинспекции На регулярной основе проверяются Легковые автомобили такси, автобус Или грузовые автомобили Предназначены также автомобили Для перевозки опасных грузов Так, с начала текущего года На дорогах Республики Бурятия было выявлено 60 нарушений По данной статье Отмечу, в своем обращении Президент Российского Союза автостраховщиков Подчеркнул, что полис ОСАГО Будут оформлять без диагностической карты Но за ее отсутствие сотрудники ГИБДД Смогут выписывать штрафы В свою очередь страховые компании Получат право предъявлять так называемые регрессные иски Если владелец автомобиля с просрочным техосмотром Будет виновником ДТП Андрей Слепнев, Алексей Ромашов Новости дня Еще 79 многоквартирных жилых домов В Улан-Удэ за прошедшую неделю Получили акты готовности К предстоящему отопительному сезону Всего же за этот период было проверено 110 многоэтажек города По 31 выданы замечания Управляющим компаниям и ТСЖ Инспекцию проводят в специальной комиссии Во главе с руководителями районов У нас летний период Это основной период, когда идет подготовка жилого фонда К отопительному сезону Значит, основные элементы Это промывка и опрессовка Система отопления Подготовка элеваторных узлов Значит, всех трубопроводов Ревизия запорной арматуры Значит, по итогам работы У нас должны получить паспорта готовности 2164 дома С начала проверок Выдали паспорта готовности К отопительному периоду На 593 дома Остальные должны получить Положительное заключение комиссии До 20 августа Сегодня в Улан-Удэ Стартовал сбор заявок На благоустройство дворовых территорий В рамках муниципальной программы Формирования современной городской среды Напомню, обращаться нужно В районной администрации Один из главных вопросов от улан-удэнцев Какие документы нужны? Это заявка по установленной форме В двух экземплярах Первое Второе Оригиналы протоколов общих собраний Жители о том, что они Участвуют в этой программе К ним прилагается Какие виды работ Жители хотят выполнить Нужна информация о том Кто является представителем собственников А также согласен на трудовое участие В программе Дворы, заявки на благоустройство которых Будут поданы сейчас Отремонтируют в 2023 году На эти цели направят 82 миллиона рублей Принимать работы будет комиссия В состав которой войдут И местные жители Сбор продлится до 30 июля Оставайтесь на ТВ Коме Сразу после выпуска новостей Эфир продолжит программу Спросим прямо В этот раз Моя коллега Мария Латышева Пообщалась с Дмитрием Федоровым Заместителем начальника управления По чрезвычайным ситуациям Администрации города Улан-Удэн В этом выпуске Речь пойдет о безопасности на воде Также поговорили о том Какие меры предпринимают Власти и спасатели Чтобы большая вода Не добралась до жителей Левобережья Таким был этот выпуск Я напомню его главные темы Локдаун снят Однако некоторые запреты остались Например в отеле Или спортзал Можно только со справкой А торговые центры и кафе Работают до 22.00 Печальная статистика Продолжает расти В Бурятии с начала года Зарегистрировано 20 происшествий На воде в которых погибли 20 человек Без моркови, свеклы, кабачков И других овощных культур Жители Иволгинского района Терпят бедствия Из-за нашествия насекомых На этом у меня все Напомню, что познакомиться с новостями Вы также можете на нашем сайте Заходите, смотрите, комментируйте Для вас работал Батар Ломбаев Оставайтесь на ТВ-коме Интернет-магазин Абсолют Доставка продуктов Прямо к вам домой Цены, как в магазине Быстро, удобно и просто ТГ Абсолют-шоп.ру Расстроилась вся Представь, купила постельное белье Постирала, все полиняла А высохла, села Где брала? Да на ярмарке Лучше поезжай в Лебедушку Я сама всегда там беру Выбор большой Продавцы приветливые, знающие Возьмешь то, что тебя порадует А цена? Конечно, дороже Ведь за качество надо платить Да оно того стоит Давай адрес Барсуева 69А Магазин Лебедушка Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Редактор субтитров А.Семкин